18 нелегальных мигрантов задержали сотрудники госпогранслужбы во Львовской области, сообщает пресс-служба ведомства. Они направлялись в страны Европы. 16 нелегалов, граждане Ирака, двое граждане Турции. Среди них 4 женщины и двое детей. Большинство без документов, удостоверяющих личность. После проведения процессуальных мероприятий нелегальные мигранты размещены в пункте временного содержания. Сейчас выясняем обстоятельства правонарушения и круг лиц, причастных к переправке нелегалов. После решения суда будем рассматривать вопрос о принудительном их возвращении домой. Знать конструкцию самолета, порядок эксплуатации и главное быть уверенным в том, что ты делаешь. Все это нужно будущим летчикам, чтобы их допустили к полетам. На аэродроме в Харьковской области 32-курсников летного факультета впервые сели за штурмвал самолета и поднялись в небо. Первый полет видели мои региональные коллеги. 18-летний Станислав из династии летчиков. Пилотами в его семье были дедушка и дядя. О самолетах мечтал с детства. Сегодня впервые сел за штурвал. Геннадий Дубовик. В небе больше 30 лет. Говорит, свой первый полет невозможно забыть. Мой первый полет был 1 апреля 1987 года на самолете Л-39, бортовой номер 26, позывной курсанта 24. Такие детали настоящий летчик помнит как свой день рождения. Потому этот день для курсантов будет как день рождения, поверьте мне. Для безопасности полетов неопытных курсантов авиаконструктор Анатолий Мялица создал легкомоторный самолет ХАС-30. Именно на нем и обучаются будущие летчики. Самолет ХАС-30 показал себя надежным самолетом. Этот самолет прощает многие ошибки. Он летуч, как говорят летчики. На нем можно выполнять те полеты, которые запланировали для обучения. В конце июня курсанты сядут на место главного летчика и впервые самостоятельно пройдут все этапы пилотирования – от взлета до посадки.